За каждую ошибку плата может быть дорога. Ведь на турнире победа на кону звание мастера спорта России по настольному теннису. На него претендует как минимум 160 теннисистов из 22 регионов страны. Кто занимает первое, второе и два третьих места, можно будет присвоить мастера спорта России. Обязательное участие, чтобы не ниже первого взрослого разряда и КМСа участники были. Один из самых перспективных на турнире это 12-летний юноша в настольном теннисе 4 года. Но уже успел стать призером на первенстве страны и выиграть золотую медаль на сибирском уровне. Вообще главная цель у меня получить хорошую профессию. А настольный теннис это так, чтобы форму поддерживать. И такой подход от тренера. Мало быть спортсменом, нужно быть и человеком. А это звание выковывают строго дисциплиной, чтобы успеть все без перекосов. Тренировки, тренировки, тренировки. Каждый день. Нормальное питание. Каждый день. Высыпаться каждый день. Ложимся, допустим, не позже, чем 10 часов. Встаем, это было восьмого и в восемь уже первые здесь. Чеба даже на первом месте. Какой смысл, если там, допустим, специалисты клубов дети занимаются по 6 часов, а учатся только 2 часа. Ну, мало чего научатся. Для своих подопечных тренер и сам живой пример из-за сложных семейных обстоятельств. А Динду, Власов купил ему ракетку и за свой счет возит на соревнования в разные города. Более того, тренер принял воспитанника, зная, что работать с ним придется в разы больше. Он, похоже, родился с переломами колен. И сначала ходить не мог. Предлагали операцию, мама отказалась. И когда мне пришел, я догадался. И на каждой тренировке делал ему процедуру по полчаса. И только потом он мог хотя бы в течение часа тренироваться. У спортсменов есть еще день, чтобы приблизиться к званию мастера спорта. В Барнауле надеются, что среди победителей будет много алтайских ребят. К слову, наша школа одна из самых мощных. Только сейчас в крае занимается более 20 тысяч любителей и профессионалов. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.